Всем привет дорогие друзья, с вами я Дмитрий, добро пожаловать на мой ютуб канал и мы продолжаем создавать свою программу для получения доната на серверах в Майнкрафте. Перед началом ставь лайк, обязательно подписывайся на канал. Ах да, чуть не забыл, конкурс на опку на любом сервере в Майнкрафте. Для того, чтобы получить опку на любом сервере, тебе нужно подписаться на мой ютуб канал, поставить лайк данному видеоролику и в комментариях написать свой никнейм, а также сервер, на котором тебе нужно выдать опку. Участвуй, подписывайся, ставь лайк, ну а мы погнали к ролику. Погнали! Сегодня в ролике мы затронем достаточно необходимую тему для создания своей программы, немножко разберем авторизацию, точнее полностью, но этому мы уделим малое количество времени, как я и обещал. Все ясно, понятно, как поставить и установить. В принципе, установка достаточно простая, сейчас мы к ней перейдем. Ну а перед началом хочу сказать, где же взять исходник этой программы, ведь без исходника вы не сможете пользоваться и вообще создавать свою программу. Для того, чтобы получить исходник, заходите по IP в описании на сервер в Майнкрафте. Именно на этом сервере будет ссылка на исходник на Яндекс и Гугл Диск. Для этого переходите, еще раз повторюсь, по IP в описании, версии 1.12.2 или же 1.16.5. Заходите, выбираете режим Survival. Далее вам нужно будет ввести команду, которую вы видите у себя сейчас на экране. Вводите, нажимаете и получаете ссылку на скачку. Но для того, чтобы получить ссылку на скачку, вам нужен донат Helper, который стоит всего 1 рубль. Вы сможете создать свою программу за 1 рубль. Сразу скажу, все это, естественно, окупится с первой же продажи программы. Как ее правильно продавать, я вам все это, конечно же, расскажу, но уже в следующих частях. Где искать клиентов, сколько можно с этого заработать и так далее. Ну что же, погнали, уже поставим с вами авторизацию. Как же вообще это делать? После того, как вы скачали исходник, там будет отдельная папка и там будет еще 3 папки. И там есть авторизация по привязке, также по ключу и по логину и паролю. Вам нужно будет еще базу данных, естественно, ставить, все это привязывать к хостингу. Вот. Пользуемся программой FileZilla. Просто загружаем папку выбранную. Допустим, вы хотите сделать программу по привязке или же по ключу. Какую систему авторизации хотите, такую закидывайте на FileZilla. Там, в принципе, разберетесь, сделается это все достаточно просто. Еще бы я хотел затронуть сегодня достаточно прям такую тему, а именно методы подключения, без которых программа у вас не будет работать. Просто программа без этого, это, по сути, пустышка. Вам нужны в любом случае методы подключения. И специально для вас в исходнике я прям отдельно, я обновил исходник, сразу говорю, обновил программу, пофиксил вылеты. Над исходником реально работали и раньше была ошибка, которая в дальнейшем была уже пофикшена. Так что, кто скачивал, перекачайте, потому что ошибка реально пофикшена. На самом деле, многие, кто смотрит эту рубрику, сами пофиксили эту ошибку. Но, все равно, кто не смог пофиксить, просто скачайте готовую. Я, как скачать, рассказал, где взять исходник. Вот, методы подключения ставьте лучше на самом деле все. Потому что делайте все методы подключения, это ускорит вообще подключение. Также у вас будет больший шанс получить донат, подключиться к серверу и так далее. Оформление консоли, самое после того, как вы подключились, можете изменить, в принципе, в самой программе. Делается это просто. Главное, желательно поля не менять, или же, если вы будете менять поля, просто переносите скрипты. Но это тоже все просто делается. Ну, а вообще, просто подкорректируйте под себя. Все, затронули мы подключение. Все это делается просто, закидывайте папки. Также все сайты, все, ну, типа подключения, поддомины и так далее. Как подключить сайт к домину. Все есть в этом исходнике. Исходник пополняется, и с каждым моим новым видеороликом я, как бы, уже пополняю этот архив. Вот, вы можете каждый раз перекачивать, если у вас есть хелперка на Strixmine. Ну, как получить исходник, еще раз я повторился уже. Вот, то есть мы с вами подключение разобрали так кратенько. Я думаю, внутрь залезать не будем. Там есть как подключение по R-Con, есть также Brute R-Con. Но, если вы хотите, именно у вас есть уже данные R-Con, то вам нужно будет закинуть на DiskD их текстовым документом. Это все можно переписать. Это, насколько я помню, настраивается также в папке подключения. Далее там будет у вас папка R-Con. Заходите туда. И просто там, где стоит False, подключение, ставите на True. То есть, чтобы, как бы, был Brute. Вот. Также этот Brute вы можете, ну, способы Brute, пароли и так далее, все можете тоже поменять. Там все есть. Это подключение R-Con. То есть, заходите в папку подключения, R-Con, обязательно ставите True. Там по умолчанию стоит False и на DiskD вам нужно будет файл создавать. Вот. Возможно, в следующем ролике я, когда исходник поменяю, я вам сразу True поставлю. Вот. Потому что, ну, я понимаю, что немногие разберутся, где это делать, где это все менять. Но, я думаю, понимающие люди изменят. И, вот, достаточно все просто. Забыл уточнить, сразу хотел бы вас попросить, чтобы вы взяли какой-нибудь себе самый дешевенький хостинг. Потому что многие ставят на какой-то бесплатный хостинг. Это, конечно, можно все делать, но если вы хотите прям реально крутой проект, лучше купить себе хостинг. Они, в принципе, недорогие. Там, рублей за 100 можно взять. Но, на самом деле, я знаю людей, которые бесплатные брали. И, в принципе, тоже у них тянуло. Это смотря, как вы разрекламируете свою программу. Сколько, какое количество людей у вас ее приобретет. Вот, кстати, по поводу продвижения своей программы, я тоже сделаю отдельный ролик. Скорее всего, уже в следующем мы поговорим, как вообще и где ее рекламировать, где продавать. И также мы с вами затронем немножечко американскую аудиторию. Потому что там продажи гораздо выше, чем в России. И в России люди, ну, на самом деле, не любят платить. А на зарубеже там, ну, гораздо круче идет продажа. Вот, так что я вам расскажу некоторые лайфхаки, фишки, как, ну, вообще можно свою программу продавать. И спокойно делать на этом деньги, там, от 30 тысяч рублей. Вот, ну, это если вы пойдете на запад в России, у вас там 10, 8, 7 тысяч будет. Я уже немножечко проспойлерил. Это вообще отдельная тема для обсуждения. Давайте на этом закончим. В следующем ролике я расскажу, как продвигать свою программу. Сколько можно заработать. И вообще, выгодно ли содержать свою программу. Какие затраты у вас будут, если вы будете держать реально годный, качественный проект. На этом все. С вами был я, Дмитрий. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи, всем пока. Пока.